С вами Малик и сегодня у нас с вами очередной урок. Мы учимся читать Аль-Фатиху. На прошлом уроке мы с вами разобрали первые два слова и переходим к следующему. Сегодня у нас слово АРОХМЕН. Это у нас следующее третье слово в первом аяте. Первая буква этого слова такая же, как и первая буква в предыдущем слове. И все, что я говорила о ней на прошлом уроке, коротко повторю, это то, что АМЗА ТЛЮОСАЛЬ, соединительная АМЗА, она читается только при начинании. И в данных примерах она будет при начинании, если бы мы начали с этого слова, мы начали бы с Фатхи. Да, то есть очень важный момент, что АМЗА ТЛЮОСАЛЬ может приходить с разными гласотками. Но когда речь идет про артикль, АМЗА ТЛЮОСАЛЬ в этом именно примере является частью, скажем, артикля, приходит перед ЛЯМ, определенный ЛЯМ ТАРИФ, то она при начинании будет только начинаться с Фатхи. Ну, просто наперед забегаю и хочу сказать, что не только Фатха может быть в общем огласовкой при произношении АМЗА ТЛЮОСАЛЬ. Когда мы будем есть аят читать вместе, то эта буква будет у нас отсутствовать в произношении, да, то есть только при начинании. Также важный момент по поводу Фатхи, да, что чрезмерности не должно быть, и очень важно, чтобы это не было, не уходило при начинании, например, в твердость. Плюс еще иногда такую ошибку встречаем, что говорят Э вместо А, да, и там, например, ЭРУАХМЕН, да, или как-то так. То есть нет, у нас Фатха, она Фатха со всеми буквами. Перейдем к букве ЛЯМ, мы видим, что здесь ЛЯМ не имеет никакой огласовки, и как и в предыдущем слове, так же не читается. Не при начинании с этого слова, не при присоединении с предыдущим, она не будет читаться. Следующая буква — это буква РО. Буква РО у нас еще не встречалась, но она идет у нас здесь в удвоении. И очень важно нам научиться ее произносить изначально и отдельно, и с огласовками, и отдельно с СУКУНом, если она у нас приходит, и в удвоении. Поэтому, иншала, и сегодня я вам такой комплекс упражнений на это дам, иншала, чтобы их потренировать. Важно, что буква РО, она слышима на удвоении, то есть это неблокирующийся звук, порой, который можно услышать от некоторых сестер. Иногда слышим такой звук. То есть он похож больше на букву какой-то ТА, ТА, да, чем букву РО. Или иногда слышим такой звук. Когда язык назад заворачивает, как английское получает. Нет, она неверна. У нас А, если я отдельно скажу, РО. То есть РО на СУКУН неслышимо, как бы без огласовки. Да, потому что если мы разберем РО с удвоением, то есть РО с СУКУНом плюс РО с огласовкой. Так как будто Р и РО еще, да. Соответственно, РО, РО, должно быть фиксация буквы СУКУНом, и у нас звук слышимый. На этом же произношении мы продолжаем, говорим с Фатхой. РО, РО. И тоже важный момент, что Фатхой здесь должна быть Фатхой. Не следует чрезмерствовать в твердости. Если вы посмотрите, послушаете чечецов, то вы услышите, да, что те ошибки, которые мы встречаем часто среди сестер, чечецы, у них таких ошибок, как правило, нету, да. То есть они читают РО спокойно, с умеренной твердостью, как это положено буквой РО, не чрезмерствуя. Да, ну, потому что чрезмерность, она часто приводит к тому, что, опять же, получается округление РО, да. РО, РО, РО. Но сестра, пытаясь сделать излишнюю твердость, которая не, ну, не является, ну, как бы, характеристика этой буквы, получается, произносит неправильно. Получит такое сжатие и дает звук, похожий на округление на букву О. Хотя, еще раз напоминаю, ФАТХА со всеми буквами должна быть максимально, иметь один и тот же звук. То есть это должен быть А, а не О или Э, или еще что-то, да. Поэтому у нас РО, РО, а не РО, да, РО. В удвоении РО, 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 РО. РО, РО, мы чуть-чуть придерживаем буквой РО, и потом переходим в ФАТХА. Тоже ее не переусердствовать, чтобы сильно не жать на Махара, чтобы у нас не было РО, да, или вообще блокироваться может, как я вам ранее сказала. Но очень важно, если вы хотите, у вас не получается вот эта такая вибрация, да, такрир букве РО, то вы можете путем чрезмерности найти просто место, куда же вам нужно жать все-таки, чтобы правильно произнести РО. И вот в том месте, где у вас есть этот такой такрир, да, вы просто уже контролируя и найдя баланс правильного нажатия, иншалла будете эту РО произносить правильно. Да, то есть просто можете, если не получается у вас вообще вот этого такрира, вы пробуете делать РРРР. Да, то есть так и таким способом вы найдете это место, ну, и потом не надо так сильно делать. Следующая это буква ХА, которую мы сегодня вот возьмем, она важна. И, ну, бывают с ней иногда проблемы, но зачастую сёстры пытаются букву ГА, которая была в предыдущем слове, читать вот ту букву, как вот эту букву. Ну, и, конечно, бывает и с этой проблемой иногда, но на буква ХА у неё есть такая, то есть она произносится без какой-то хриплости. Да, то есть у нас это, во-первых, из середины горла, и у неё есть такая БАХА, да, то есть у неё есть такое, как бы, придыхание, да, то мы слышим АХ, 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 да, то есть у нас есть буква, которая ранее была ГА, АХ, АХ, да, а это ХА, АХ, АХ. Ну, и если в сочетании с предыдущей буквой здесь, да, РАХ, 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 важный момент, что, как у нас было, я вам на первом уроке объясняла про букву СИН, что она придерживаемая, мы резко не отрываем, вот этих призвуков всяких не должно быть, то же самое и здесь с этой буквой ХА. То есть у нас длина этих букв на СУКУНИ, вот она, как бы, чуть-чуть протягивается, да, как буква СИН была, в такой же длине мы и тянем эту. То есть не нужно говорить АРАХИ, да, или РАХ, или ещё как-то, да, то есть мы сразу перейдём на следующую букву МИМ. РАХМЕ, да, РАХМЕ, то есть переход плавный, без, не короткий, без лишних звуков, без ещё каких-то там дополнений в произношении. У вас будет домашнее задание, мы сегодня взяли вот только эти буквы, но так как здесь, я думаю, есть над чем поработать, у вас будет задание поработать над этими буквами. Особенно хотелось бы, чтобы вы сконцентрировались на букве РА, буква ХА, и в предыдущем слове у нас была буква ГА, тоже на этой букве, чтобы вы сконцентрировались. Итак, я вам прочитаю примеры, попытаюсь по два, ну, два раза прочитаю это всё, и вы, буду делать паузы, чтобы вы могли прокручивать и повторять, и тренироваться, иншаллах. РА, РИ, РО, РУ. Эрра Эрра Рах Рих Рух Эрра Эррих Эррух Эх, ху, хи Эх, ху, хи Гу, хи Га Гу Ги Ла-ха Ла-хи Ла-хи Ла-ху Ла-ху Ла-х И еще раз эти же примеры Ра Ри Ла-ху Ла-ху Ги Га-ху Ги Ги Ла-ха Ла-хи Ла-ху 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 Ла-ху